Званный гость И заведующий филиалом Бердовского культурно-досугового центра Александр Парфинчик Здравствуйте, Александр! Александр, хотелось бы у вас уточнить такой момент Вы ведь в какой-то период своей жизни решили создать прямо-таки семейный ансамбль Расскажите нам о нем, какова история создания и вообще каким образом пришла в голову подобная мысль? Ну, в этом году нашему коллективу исполнилось уже 37 лет Это был далекий 1985 год Вот тогда Николай Антонович Гребень, начальник отдела культуры Нареческого райисполкома Слышал наш коллектив, как мы выступаем И предложил нашему коллективу поехать на праздник города в Минск Вот сразу такая большая площадка Ну, я думаю, что у нас уже был опыт выступления Потому что мы в культуре не новички были Моя вот сестра Зинаида Ивановна Хормейстер нашего народного семейного коллектива Она руководила хором большим И вот в те времена, 80-е, тогда было как-то вот Первомайский хор большой, Бердовский хор На каждом уважаемом предприятии были такие большие Самодеятельность Да, на самом деле, опыт был А вот именно идею, чтобы семейный какой-то коллектив Чтобы вот именно родня была Такая вот, но не было Но мы решили попробовать Такой старт с площадки Именно с столицы нашей Белоруссии Такое, знаете И вроде удачно Понравилось Случателям возле Дворца спорта Выступали на большой площадке Ну, прямо вообще Ну, там живьем все было Баян, аккордеон, контрабас, барабаны, шумовые инструменты Вот Ну, у вас получается совсем музыкальная семья Ну, люди у нас разные совершенно профессии И администратор, парикмахер, и медик, и преподаватели, и учителя Совершенно разные Я вам могу сказать, все, кто нужны в этой профессии у вас В коллективе собраны На стилисте экономите Имеется свой парикмахер Медик тоже не приходится в скорую помощь обращаться Не дай бог, конечно Итак, Александр Расскажите нам о вашем ансамбле Вообще Какое направление в музыке вы в основном исполняете? Что это за песни? И кто их пишет? А может быть, это народные, переработанные вами? Что это за музыка? В первую очередь, наш именно репертуар нашего коллектива состоит из наших авторских песен Которые сочиняем, вот я сказал, моя сестра Зинаида, двоюродная сестра и я Ух ты! Вот сочиняем Поэтому вот у нас есть такое Нам очень нравится такое замечательное название Звездочки колыски Это вот одна из песен привитальных Это мое сочинение Она так и называется привитальная Поклон вам вельми низкий Отвездочки колыски Колыски светлых маров Про дом, землю и маму И вот так далее Я говорю, вот именно искренне от души Вот такое название Ну, как-то понравилось нашим участникам Говорим, ну, а почему не название? Ну да Поддержали нас и руководство Ну и как-то вот так пошло Звездочки колыски Так укрепилось Нас спрашивают А что у вас так деревня называется? Звездочка колыска Говорим, нет, Бердовка называется А Звездочка колыска, ну так Вот такое название Она же и ваша колыска Да С другой стороны Скажите, есть ли какие-то награды Которыми вы особенно гордитесь? Их, понятное дело, быть много не может И если есть, то расскажите нам о них Каким образом достались вашему ансамблю? Ну, я вот упомянул, что вот создание 1985 Официально считается создание нашего коллектива Конечно же, мы не были тогда ни народными, ни какими-то непризнанными Выступали долгое время как любительский коллектив Это в 1993 году был областной фестиваль семейных ансамблей коллективов В городе Мосты, там Гродно, затем уже в Слониме И нас как-то заметили и отметили наш коллектив Мы стали дипломантами А в 1994 году нам предложили Сказали, а почему вам не попробовать защитить название народного? Вы профессионалы, вроде как-то у вас все получается вот так В таком плане Конечно, волновались Но решили все-таки попробовать Создали программу, организовали У нас еще называется девиз нашего коллектива Без песни хоть тресни Вот называется так, мы на оптимизме, на созидание И вот наша визитная карточка, песня моей сестры Зинаиды Родня, так и называется И мы всегда все концерты, все выступления Начинаем именно с этой песни Родня И относительно наград В 1994 году был международный год семьи И представительство ООН в Беларуси заметили Вот наш коллектив Отметили, что в принципе Вот мы, не ложная скромность Первые в республике, одни из первых Получили звание народного любительского коллектива В 1994 году Вот это было И уже в апреле 1994 года Мы защищались на звание народного И уже попозже осенью Были отмечены почетные грамоты И представительство ООН Беларуси За развитие идеи семейного творчества И почетные грамоты Министерства культуры Ну вот мы считаем, что вот это наши Самые такие значимые Начальные дипломы и награды Ну это на самом деле очень такая ценная награда Действительно, все-таки не каждый может похвастаться Дипломом от ООН Согласен? Наверное, да Да, наверное, да А вообще, за эти годы Ваш коллектив как-то пополняется молодыми кадрами? Растет ли молодежь, которая способна сменить вас На вашем посту, если вдруг придется? Так сказать, запасной вариант Понятно Оля, вы не первые задаете этот вопрос Понимаем, что вот Хотелось бы как-то вот Но мы, наверное, люди советской закалки Больше Ну на энтузиазме больше Мы не смотрим практически Какую-то там Коммерционную сторону этого вопроса Ну вот потому, что он нравится Я вот по-честному скажу Мне очень нравится Это выражение замечательное Я приветствую, что культура Это душа народа На самом деле И мне нравится, что мы вот несем Творческих площадок Вот настроение Песни Позитив Для людей Но это дорогого стоит Вот Я вот хотел бы сказать, что вот Мы в этом году В мае месяце Выступали Сантуру представляли Гродненскую область В городе Слонями В вокально-хоровом жанре Вот И тоже стали лауреатами В первой степени Опять заняли Это мы еще раз подтвердили Ну хочу сказать, что В 1996 году Мы были дипломантами-лауреатами Этого конкурса республиканского Затем еще в 1998 Мы выступали Ну в принципе Это такие Самые знаковые Выступали Мы также на телевидении Республиканском Вас приглашали Да, выступали Вот И в Гродно выступали Еще такая передача там была Сустренимся Почли от 11 Вот такая была Много было выступлений И как и в городах Других также выступали Вот Ну вот эти самые такие Знаковые Для нас награды Да, я хотела спросить у вас На каких площадках Вам уже удалось выступить Были ли такие прямо Грандиозные Я понимаю, что Возле Дворца спорта В Минске Вам удалось А где еще Ваш коллектив Отметился Ну Мне нравится Например Что мы были Принимали участие В первом Фестивале национальной культуры Это 1996 год В городе Гродно Вот тогда Мы тоже участвовали Вот в этом фестивале Тогда было только Начало Открытие Еще пробные Такие мазки Этого замечательного Такого Масштабного фестиваля Национальной культуры В городе Клецке Солигорске В Минске Гродно Борисове Болковых Слоним Вот у нас есть музей Семьи Вот И там есть гастрольная карта И мы там нотками Вот отметили Те города Где мы выступали Это и Прибалтика Это и Польша Это Белоруссия Наша Вот Очень много городов Вот сейчас Это Даже На скидку и не вспомнили Да А с какими-то Определенными целями Вы ездили на эти концерты Я не знаю Фестиваль Дожинки Или просто Это была ваша Такая скажем Гастрольная деятельность Как вы Ну конечно Приглашали наш коллектив На республиканские Дожинки Город Мосты Город Молодечно Ну а конечно Город Лида Наши В 2010 году Вот красивый наш замечательный город Это вот были целенаправленные Такие вот именно поездки Вот и приглашали наш коллектив Выступить в другие города Просто слышали Наше выступление Где-то на каких-то других площадках Или других источников И им нравилась наша Вот такая позитивная Такая активная Подача этого музыкального материала В нашем репертуаре Песни На белорусском языке На русском языке На польском Даже не на английском языке Ну как я сказал Белорусские народные Русские народные И основная масса Вот эти наши Авторские песни Мы уже поняли Что если хочешь показать коллектив Себя Наверное свою Свою душу Открыть Своими словами Свою песню Ну наверное получается Нравится нашим слушателям Да Ну а как вам кажется Как принимают залы Ваши выступления Когда вы приезжаете На ту или иную площадку И есть ли разница Между восприятием Вашего коллектива Скажем в большом городе И в небольшом Вроде нашей Лиды Ну конечно В большом городе Площадка обязывает В любом случае Когда больше Много зрителей Все на волнении Это присутствует Несомненно Как и в маленьком зале Когда зритель Сидит с тобой Буквально напротив И слышит И уже Ты здесь не можешь допустить Ни фальши Никакой Ну не знаю Мне кажется Что мы всегда были Уходили С этого концерта Под аплодисменты И чувствовали Что не зря Мы Наше выступление Не зря Мы отнесем людям Этот положительный заряд энергии И я уверена Что люди Которые делятся с вами Своей положительной энергией Наполняют вас Этой энергией Являются И вашими вдохновителями Правда Творить еще Несомненно Если приходишь в зал Где тебе Может быть Поначалу Не очень рады Может быть Не знают Кто ты И когда уходишь Покидаешь эту площадку И тебе рукоплещет Это приятно Конечно Ну вот такой пример Заканчивается Например Песней Какой-нибудь там Прощальный Такой На концовочку На коду И говорим Ну а сейчас Мы представляем Наш коллектив Руководитель ансамбля Вот моя Каханая Родненькая Неповторимая Женочка Инесса Все Моя сестра Зинаида Моя сестра София Моя сестра Татьяна Племянник Игорь Мой сыночек Денис Доченька Ганночка И все смотрят И это вы что Вы родня Говорим Да Ну я даже Наверное Считаю Что спасибо Господу Богу Что вот Дает возможность Такое Что вместе С семьей Выступать И дарить радость Вот нашим Слушателям Мы за это Им очень Благодарны Александр Расскажите Пожалуйста Вы Вкратце Упомянули Что в вашем Ансамбле Семейном Ансамбле Работает Трудится Не только Ваша Супруга Ваши Сестры Но еще И ваши Дети Да А кем Они Чем Они Занимаются Какие Должности Занимают Ну Моя Доченька Наша Доченька Правильно Анночка Анночка Вот Младшая Из дочерей Старший У нас Дениска Сын Работает У нас В народном Семейном Ансамбле Акомпаниатором Так что В свое время Музыкальную Школу Заканчивала Основная Это конечно Профессия Экономист Но так Складывается В жизни Что вот В свое время Ну совмещает Да Совершенно верно Я хотел сказать Что вот эта Бердовка И моя Моя Родина Здесь я родился В этой Бердовке Вот она Очень близка Я очень дорожу И в этом году Нашей Любимой Бердовке Городок Бердовка Исполнилось 495 лет Расскажите По этому Событию Были какие-то Концерты Именно Вашим Ансамблем Устроены Мы еще Во-первых Планируем Ну и было Выступление Мы акцентировали Но выступаем В основном На такие Вот даты Именно Возле Нашего административного Здания Возле сельского Совета На там Открытая площадка Такая И мы приглашаем Всех Жителей И приглашаем И приглашаем На эту Такую Творческую Импрезу Я хотел сказать Что мне Бердовка Очень близка Очень мне нравится Это замечательно Вот не зря Вот я говорю 495 лет Бердовке Живу Вот такой мечтой Что со временем С коллегами Которые Вот Знают Именно В этом Смысл Хотим создать Эмблему Наверное Герб Нашей Бердовки К 500 Тлетию Это В 2017 27 году Будет 500 лет Нашей Бердовки Вот Поэтому я говорю Не безразлично Мне Это Малая Родина Хотя В свое время Я пожил Было так Школа Хотел Старую школу Сейчас Наша школа Такая замечательная Одна из первых В Лицком районе Была открыта В 1948 году К сожалению Сейчас Ну Замечательно Потому что Мало Наверное Может учеников Базовую Перепрофилировалась Вот Будем надеяться Что может Со временем Она снова Унес На среднюю Именно Школу Вот И одно время Я жил в Детве И там познакомился Со своей супругой Вот Инессой Она заканчивала Колледж Гродинской Я в свое время Тоже учился Одно время Музыкальном училище Нашем Гродинском Лицком На дежурско-хоровом отделении Еще учился В Гродно Тоже На дежурско-хоровом отделении Ну А в основном С 1997 По 2002 Год я учился В Белорусском Государственном Университете Культуры Ну Это была У меня там Профессия основная Редактор массовых праздников И так же Преподаватель Спецдисциплины Так что я тоже Отмечаю Иногда праздник Когда День Учителя И у меня какое-то отношение В практику Практику Но я знаю Что раз уж мы затронули День Учителя Я не пропущу Это событие Мимо Я точно знаю Что у вас есть Хобби Связанное С учительской Деятельностью Расскажите нам О нем Более подробно Вы наверное Имеете ввиду Вот этот кружок Кружок керамики Скажу Оля По честному Мне самому Очень нравится Вот эта моторика рук Это вот какое-то Воспорядение В кусочках глины Немножко приготовился К встрече И принес Вот вам Подарок Вот такое Замечательное Подкова Подкова Бердовка Вот я хотел Немножко объяснить Вот здесь Такие вот Небольшие щекирки Вот такие Потому что Одно из названий Бердовки Оно Можно расшифровывать Как береза Можно расшифровывать Как возвышенность И можно еще Так же Вот Как Боевые Такие щекирки Вот Они тоже назывались Бердами Вот Мы хотим Может быть Развить эту идею Тем более Что недалеко от нас Вот Ивия Там много татар живут Вот И у нас даже деревни Называются татарцы Рядышком буквально Полтора километра И мы знаем из истории Что самые такие активные Воины Надежные Это были бы в те времена Вот именно Именно татары Говорят Может быть И это имеет Какое-то отношение Вот я вот Вам пожалуйста Спасибо вам большое А деткам Очень нравится Что вот они получают Мне человек Наверное Десять Ориентировочно Приходит на этот кружок Вот Вот еще у нас Хотел бы показать Такой вот Замечательный Такой тоже Памятная медаль Это мы подготовили К 35-летию В 2020 году К сожалению Из-за пандемии Не состоялась Она вот Вот тоже такая Памятная медаль Это вот 1985 год Мы звездочки Колызки Народный семейный Ансамбль Парфенчиков И это вы все сами Делаете Своими руками Вот эти все буквы Выводите Вот этих Маленьких Человечков Все Даже я смотрю Нашу народную Символику Не забыли Упомянуть Конечно Это же Таких сил Требует И времени Вообще Как считаете Насколько важно Развивать в ребенке Моторику Ведь сейчас О ней говорят Много Много И часто Ну Вы как Педагог По вашим наблюдениям Так ли она Нужна детям Вот эта самая Моторика И так ли Нужно ее Развивать Несомненно Наши средства Массовой информации Телефоны Так отвлекают Я приведу Яркий пример Сын у меня Живет в Минске Своей семьей Денис Вот И буквально Недавно приезжали На день рождения Мамы Вот И они Также И с моей супругой Инессой Она говорит Саша Ну что они вот Сидят в этих Телефонах Давай мы им С нашего детства Что мы предложим Игры Например А вот шашки Давай Домино Лото Оля Вы не представляете Они забыли Пройти телефоны И сидели там И в шашки играли Ну в шахматы Нужно научиться Каким уметь делать А в шашки Это быстро навык приходит В это лото Вот я хотел бы Еще вот такой Еще один такой Подарочек На память Это изображение Майонток Александра Станиславовича Домбовецкого Это Известный Известный Краевед Который даже Три тома Книг Написал В медицинском Географическом Историческом Планах Именно Это Губернатор Могилевской Губернии Почетный Житель Города Могилева Вот он там Парк заложил Областной театр Построил И очень много А здесь Бердовка Это было Он здесь построил Его летние резиденции И раза три-пять Он приезжал сюда Со своей семьей Отдыхать Вот Видимо любил он Этот край Да Совершенно верно Я вот хотел бы Немножко упомянуть Что в 2020 году Не состоялось Вот я хочу показать Мы все родня Это у нас Пригласительный билет Это 2005 год Мы во дворце культуры Нашем Лицком Проводили Такую импрезу Приглашали наши Ведущие коллективы Наших друзей Гудский Гармуник Каханочка Шалом Вот я хочу еще Помянуть Наши народные Семейные ансамбль Сахони Вот мне нравятся Жуковы были Наверное За нашим примером Они последовали И вот создали И лично Наверное Больше всего Имело народных Семейных коллективов А это вот уже Наше пригласительное В 2020 году На 35-летие Нашего коллектива Ну я смотрю Вы рассказываете Так о своих Можно даже сказать Соперниках По цеху А с такой любовью И воодушевлением Нету конкуренции Между другими коллективами Нашего района И между вашим Как вы вообще Живете вместе-то Я например Мы очень рады Что у нас Такое тесное Сотружество С нашими ведущими В этой коллективе И лично Я уже упомянул Вугутский гармоник Шалом Фестиваль Наша Каханочка Любимая Уважаемая То есть вы тесно С ними Конечно И когда мы проводим Какие-то Большие такие коллективы Или юбилей Мы обязательно Приглашаем их Мы дружим Еще с нашим Заслуженным коллективом Шкляры С города Березовка Но я вам хочу сказать Что немножко похвастаться В свое время В Гродно я учился С Валерием Скорожонком Солистом ансамбля Песняры Вот И у нас есть записи Их там Какие-то С автографами Даже вот диски Общаетесь Конечно И вот на 35-летие Мы планировали Приглашить Но я надеюсь Что не за горами В этом году 37 Через 3 года 40 лет И мы Приглашим А вы знаете Я вам такую идейку Подкину Мне кажется Раз не было 35 Давайте сделаем 37 Почему нет? Почему нет? Я уверена Все личане Будут ждать Это событие И наверняка Скупят все билеты Которые будут В ДК Александр Расскажите нам Пожалуйста О музее Который функционирует В агрогородке Бердовка Что за музей? Музей семьи В принципе Еще будем говорить Музея нам Еще расти Потому что Это совсем Другие требования Все наверное Больше музейная Будем так сказать Комнаты Экспозиция Ну будем надеяться Раз такое Громкое звание Значит мы Должны К этому стремиться В декабре 2017 Года К инициативе Районного исполнительного комитета Отдела культуры Нашего Лицкого И в первую очередь Наши союза Белорусского союза Женщин Именно личный Во главе С Светланой Валентиной Ивудь Была такая идея Создать музей Семьи Вот это не говорится Что именно Вот на Именно На примере Нашего коллектива Это как Наверное Ну уже Такой момент Как Что вот Люди разных профессий Увлечений Вроде известный Коллектив На личине Почему На примере Нашего Народно-семейного коллектива Вот не создать Такой музей Семьи И развивать его И вот В 2017 году Как я сказал В декабре Месяце было Прошло Торжественное Открытие Хочу сказать Большое спасибо Виктору Францевичу Пронюку Который курировал У нас в то время Культуру Марине Ефтух Владимиру Викторовичу Самсонову Заведующему В отделе культуры Которые Приложили Вот именно Самые большие Усилия По созданию Этого коллектива Я знаю Что многие Люди Которые Даже не относились Наверное Не работали В этой сфере Приложили Для создания Этого музея Усилия Поэтому Пользуясь случаем Огромное Огромное Спасибо Приезжают Молодожены Приезжают люди С разных городов С России Белоруссии С Польши И смотрят И радуются Вот именно Этой замечательной Экспозиции Ну а на что Можно посмотреть Рассказывайте Первая экспозиция У нас Первый зал Посвящена Народному Семейному Ансамбу Парфенчику Называется Творческая Лаборатория Вот заходишь Сразу там Висит Такая Большая Фотография Нашего коллектива Там Напротив На другой Стене Гастрольная Карта Нашего коллектива Где мы выступали Я как я уже сказал Прибалтика Польша Белоруссия Вот Нотками Отмечено Наши награды Наши инструменты На которых мы начинали Костюмы Наши первые Ну и дипломы Наши Как я уже сказал И в Польше Вот в международном Фестивале Выступали Но если честно Я не слышала Ранее Вообще О подобных музеях Ваш он такой Наверное Единственный Как минимум В нашей стране Или есть еще Аналоги Насколько мы знаем Что это единственный В республике Такой музей Мы этим Очень дорожим Волнуемся И это считаем За огромную Честь Для нашей Родни Наши Еще рядышком Там есть В этом зале Родословное дерево Там показаны Наши родители Начиная с 1932 года Бабушки Дедушки И пошли так уже До наших внуков И правнуков Вот еще надеемся Вот А следующая наша комната Это Белорусское веселье Пятьдесятых Восемьдесятых лет Вот там представлено Вот эти свадебные платья Именно Нашим девчонкам Девушкам Так нравится Заходят сразу Рассветают Они представляют Наверное Себя в роли невесты Вот на самом деле Там Подарки молодоженам Большой свадебный стол Там такой И с муляжами Именно тех яств Которые Были представлены В то время Фотографии Молодоженов Вот Те подарки Которые дарили Поэтому я Пользуюсь случаем Хочу сказать Огромное спасибо И низкий поклон Участникам Нашей Родной Семейной ансамбле Януличка Если ты меня слышишь Я говорю Ты не зря Она столько Приложила усилий Моя сестричка Твои песни Твои усилия Твои постановки Дорогого стоят Спасибо Моей сестре Софии Нашему голосовку Сестре Татьяне Большое спасибо Сыночку Дениску Доченьке Анночке Моей племяннике Юречке Вот у нас где-то Человек 12 Племяннику Игорю Внуку Артему Нашей Илоночке В общем Есть кого поблагодарить Но главное Еще большущий привет Передайте супруге Конечно Ей будет приятно Это наш двигатель На самом деле Самый главный Наш музыкальный цензор Вашего коллектива Шея коллектива Скажите пожалуйста Какие баллы проводятся В вашем музее Или они проводятся Не в нем И как туда можно попасть В качестве танцора Буквально в прошлом году Мы первый раз провели Шляхетский баль Приложили наших коллег Патажный блюз Из Дятловского района Они приехали Показали нам мастер-класс И мы решили Но почему Вот в таком здании Построенном Неоготическом стиле Почему не показать На самом деле Шляхетский баль Одеться именно в одежду 19-го столетия Во фраках мужчины В красивых платьях Да мы Поэтому говорю Пожалуйста Вот мы Первый год И в этом году В августе проводили месяцы В 2021-м В 2022-м проводили Собралось очень много Ценителей Участников Да Было наше Кстати Литское телевидение Показывало Это выступление Одеваем красивое платье Одеваем красивый костюм И мы вас научим Хорошим Замечательным танцем Той эпохи И я думаю Получится огромное Наслаждение Вот у нас еще Есть дерево желаний Обязательно Постараюсь вкратце Давайте Расчет рядышком Канадский клен Единственном листском районе Даже в горнях нет ее Именно потому что Сахарный клен Идет там соку И Липа В свое время Дочь Анна Дочь Домовецкого Влюбилась в парня Первого парня Яна Так Была такая любовь Когда они приезжали Анна Сюда в Берновку Тайно встречались Ну пошло время А его в реку Забирали А тогда 25 лет Пришлось Ну не что Судьба больше Была встретиться Она превратилась В голубку И ждет своего суженного Обовеснет И идет Сладкий-сладкий-сладкий сок Такой же сладкий Как их любовь На такой же короткий А Анна В виде седой голубки Летает по парку И ждет своего суженного И соединяет С сердца влюбленных И у нас там На этом дереве Тысячи этих ленточек С пожеланиями Так что приглашаем Верновку посмотреть У нас еще есть Плазмоиды в подвале В Гольшанах Только у нас Можно на мобильном телефоне Даже сфокусировать Посмотреть Эти Такие Сгустки энергии Пролетают Привидения Да, привидения На самом деле Особенно по вечерам Слышно Ну, кто шелест Шум А кто Классическую музыку Слушает Сильно восприимчивых Не приглашаем По вечерам к вам Ну, я думаю Всем хочется Какого-то необычного Такого-то таинства Все остаются довольны Особенно в каникулы Детки приезжают Со всех Литских школ И наша Бердовская Конечно, школа И мы им показываем С одно время Даже на лошадке катали Они даже Литские наши Вот Даже не знают Не видели Этих Маленьких там Бычков Лучших для деревни Конечно, а где они увидят Живем в городе Здесь Бетон и стены Спасибо вам большое За вашу беседу Спасибо за то Что посетили нас Скажу нашим радиослушателям Что мы хотели Немного раньше С вами встретиться Но Из-за вашего тесного Плотного графика И посещений музея Получилось лишь сейчас Но главное Что? Что встретились И очень надеюсь Что еще встретимся не раз Хотелось бы Спасибо вам, Оленьки Твоё радио Званый гость Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok